Ко дню памяти Высоцкого его поклонники подготовили первый петербургский памятник поэту. Эколог Михаил Новицкий и его друзья установили необычный камень на месте знаменитого лесного концерта 1972 года. Назвали монумент «Сердце лампушки» по имени озера. Заложили капсулу с письмом «Будущее» и решили, что если загадать желание возле камня, то она обязательно сбудется. И сегодня почитатели таланта Высоцкого собрались на университетской набережной, где пели его песни в формате «Гитара по кругу». По воспоминаниям друзей на прощание с Высоцким, его последняя жена Марина Влади сказала, «Я видела, как хоронят принцев, королей, но такого не видела». Это было ровно 33 года назад. И вряд ли какого-нибудь принца или короля через столько лет вспоминали бы в десятках стран, как вспоминают сегодня Высоцкого. В Петербурге это делали в небольшом составе, но прочувствованные душевно. Сперва на спуске к Невео Академии художеств на Васильском острове возложили цветы. Считается, что на этом месте Владимир Высоцкий умывался водой из реки. А затем пришедшие стали читать стихи и исполнять песни кумира. Это назвали «Гитара по кругу». Спеть мог любой желающий. А начать решили с чужой колеи, что в день смерти Высоцкого в некоторые моменты казалось очень символичным. И спорить начал с колеей по глупостям. Он в сборе сжег запас до дна. Тепла души. И полетели колопана. И вкладыши. Но покорежил он края. И шерестала колея. Его обрывается след. Вспоминали Высоцкого на университетской набережной несколько часов. После чего договорились весь ближайший год добиваться, чтобы в Петербурге появился памятник поэту. В большинстве городов, где он бывал, кстати, уже есть места, где его можно вспомнить, собираясь не на пустом месте. Продолжение следует...